ты приехал приехать пойдем 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 бухать конечно же всем привет привет друзья ну что на этот раз у нас черняк черняк классный даже не эксперимент это уже стопроцентный сорт и мало скажу что он победитель хоккап украин 2002 категории стал золотая медаль поэтому но это пушка ракета уже от тесты от кисти тестирован тестирован протестирован протестирован и не только нами а ну я самого начала сказал что это шедевр как только ты его сделал да это вообще поэток сидел вообще вообще это просто у меня все посводил да поэтому привет друзья но что сегодня опять варимся и на этот раз у нас кофеин кофейный стал шикарная вещь просто айс латте совмещенная с пивом это просто бомба потом я еще покажу как его правильно пить это будет топчик ну а сейчас быстренько я тут написал уже расписал чтобы не ждать весь рецептик потому что я его уже знаю для этого нам понадобится солод пилснер 5 килограмм венский 2 килограмма карамельный 50 цветностью 500 грамм меланоидиновый 80 цветностью 500 грамм потом black жареный 1200 цветностью 300 грамм овсянка 300 грамм ну и соответственно кофе кофе у нас полкило пойдет и кофе пойдет интересно 150 грамм за 10 минут до конца варки даже даже давайте не за 10 минут а она вирпул его пустим вариться кофе кофе лучше не надо вирпул вирпул ну или отстаивание по нашей технологии как только выключим нагрев сразу его туда 150 грамм закинем вот и 350 грамм размолим размелем неважно зальем кипятком остудим и на конец брожения и тогда у нас получится кофе кофе натуральный свежий классный кофе по засыпи понятно хмель у нас будет сладок хмель тут не важен он должен присутствовать но не должен абсолютно доминировать нигде легкую горчинку даст какие-то там цветочные ноты я выбрал сладок 7 процентов альфа кислоты 50 грамм 20 грамм за час до конца кипения и 30 грамм до за 20 минут до конца кипения этого нам вполне хватит дрожжи будем использовать отличные английские дрожжи с 04 просто шикарная мне очень нравится у них такое хорошее сбраживание кстати не не очень сильная так скажем аттенюация у него там 75 процентов по моему то есть не до конца он выбраживает не в сухую получится у нас кофеёк такой именно с телом полнотелый не не пустой не водянистый для этого и затирания у нас вот абсолютно такое простое сразу на 70 градусов 40 минут мы шау в 10 минут все нам побольше побольше декстринов надо чтобы у нас кофе натуральный был кофе для стаутов пиаш у нас где-то 5 8 идет ниже не надо хорошая опять-таки тело осталось воду используем там 45 48 литров всего основной затор идет у нас на 35 литров и промывка идет 10 13 литров ну зависимости сколько мы хотим плотности получить посмотрим варим 100 минут все идем варить все ингредиенты у нас готовы сейчас их закинем в дробилку ну кроме кофе и овсянки овсянка у нас плющенная кофе у нас пойдет на варку и мы его размелим в кофемолке солод закидываем в дробилку и подготавливаем пока нашу чудо-машину для затирания а 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 и а а а ну что варка у нас закончилась и последний ингредиент свежайший свежайший кофе аромат просто божественный просто божественный все на охлаждение переливаем засеиваем дрожжами и бродим а а а а а а а так 12 дней брожения прошло практически он выбродил что у нас остается кофе 350 грамм друзья мои мы сегодня покажем как правильно употреблять кофейный стаут кофеин как еще никто не употреблял и даже по моему представить да сложно что пиво так можно вообще то что ты не рассказал я хочу это увидеть употреблять да ну так сейчас крышечку при этом это мысль полностью от виктора нигде он не читал я она сама пришла напрашивалась просто на сказал что кпд увеличится во сколько раз тысячу скромняшка морожено морожено пиво с мороженым пиво с мороженым просто когда мы пробовали это пиво ну кофе натуральное кофе это сейчас ушки с рыбой бах лещ упал выключай канал с топором выключай канал берем морожено не подумайте просто съесть сейчас мороженое и попить пиво ребятушки мои это будет бомба и и самое главное мороженое надо дать немножко потаять чтобы оно такое мягкое было не твердым комком а именно вот такое сливочная пена была и это будет просто ну просто бомба ну что ты сейчас когда будешь приходи побьем пивка я подумаю да ты ведьма еретик друзья мои вот что значит милкшейк а не то что там добавили лактозу и это блин милкшейк натуральный милкшейк делается блин с мороженым с молоком красота пена ужасная надо как-то по правильному наливать ну коллега оцените запах сначала секундочку да я пробовал обалдел женщины вообще в восторге просто роматока как будто вы перемололи и вот ну стопроцентно арабика коллега да 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 испания кофе такой приятный запах ни жженки ничего такое вообще ничего не напоминает пиво это просто вот холодная холодная кофе как латте айс латте да плотненькая такое плотно да милкшейк нежненькая натуральный милкшейк легкая кислинка кофейная в конце утра начинается не с кофе капец капец вот зацени да класс такое густенькая густенькая и не скажешь что пиво я не скажу не надо бимба вас вас неожиданно ты позови как неожиданно невозможно но это фан просто шикарный напиток и не хуже всяких там коктейли кто любит кофе а я люблю латте это это шедеврально да еще не просто вкус запах кофе а еще и жнаки даться можно нормально за вечером они не просто сердце посадить блин девушка пригласил на кофе на кофе женщины в восторге кто любит кофе ну а не ну кто любит крепкий кофе тогда можно без мороженого и так мороженого вообще сглаживает до того приятный сливочный вкус получается никакого алкоголя не чувствуется просто вот кофе холодное кофе с мороженым вкусно обалденно печенюхами так я знал сынуля дай мне печенюху печенюхами она идет не в тему прошу коллега и печенюхи боже зачем мы с тобой за желазны и перешли пиво дал строго пиво меня там теперь на улице встретят поклонники пива ренегат с печенюхой вообще вообще бомба как десерт надо вообще конечно по правильному мне понравилось одно сообщение от нашего клиента который берет пиво где-то с утра встал после там 5 6 литров наутилуса он говорит такое состояние было не не тошнило ничего просто вот такое вялое было заглянул холодильник там бутылка кофеина пошел на балкон выпил эту бутылку с удовольствием с утра просто не мог распланировать день но тут за пять минут принял распланировал весь день принял правильное решение отложить все дела на завтра и продолжить отдыхать отдыхать поэтому хороший человек кофеин способствует принятию правильных решений с печенюшками с печенюшками но пена пена вообще не падает латте конечно чисто видит бомба я я оценил кофе пью ну в основном латте пью поэтому для латте латте и делал дала ты делал я его и так можно пить она как бы красота она саму по себе она не сухое она не горчит она такой полнотелая как будто вот действительно кофе пьешь там декстрина много то есть она не высушенная ну главное чтобы не надо жалеть на хорошем кофе это да 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 как горел старый еврей дети мои не жалейте заварки получился хороший чай поэтому на ингредиентах не надо экономить до кофе конечно удачный хороший качественный хороший кофе нормальная доза получается просто шедевральное пиво с мороженым моего ложкой по моему надо есть на ну эту пену на мы так просто не уберем как это стаканчик пена плотная мороженое превращается сразу в пену вот эту сладкую пенку с кофем ну тут 66 по моему градусов алкоголя вот оно что да а то то я думаю что настроение улучшается я все планирую планирую да кофе такой конечно если с утра выпить такой кофе то день можно закрывать но я был где цветок темнющий конечно классно все идеально в этом пиве конечно друзья мои для вас ничего не жалко рецепт в описании будет все стадии я показал пожалуйста делайте наслаждайтесь пробуйте не пожалеете вкусняха вкусняха нереальная ну дальше планируем тоже выкладывать все наши рецепты и эксперименты поэтому раньше был эксперимент это когда помнишь мы не и пу там она идеальная классная но там по цвету немножко ну 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 было такое да эксперимент ну а это уже отработанный рецепт это . . . это сильно поэтому чирс телефон это но это или и и и и